Руководители коммунальных служб обсудили главные планы на ближайшее время. На мемориале славы вовсю идет подготовка к праздничным датам. Меняют облицовочные плиты, обновляют штукатурку и освежают надписи. Работу планируют завершить к 9 мая. Также по улице 25 октября вовсю идет оборудование дополнительных дорожных карманов. Людям не стоит волноваться, это карманы для отвода общественного транспорта с проезжей частью. В связи с узкой шириной нашей улицы 25 октября в том районе. Поэтому, наоборот, считаю, для движения транспорта это будет очень положительным моментом. 4 апреля в районе сквера авиаторов пройдет ярмарка местных товаров. Будут выставлены экспозиции местных производителей. Власти города говорят о том, что в нынешнее нелегкое время важно по мере возможности стараться замещать импортные товары на местные. Принимаются некие антикризисные меры. Максимально направлены на то, чтобы заменить максимально импортозамещаемость. То есть максимально использовать местное сырье, местные продукты, какие-то материалы, которые изготавливаются местными производителями. Что касается дорожного строительства, в частности, это использовать местные инертные материалы, это и пески, и гравий, цемент. Еще одной темой совещания стало хаотичное расположение гаражей на территории города. Еще с начала года властями была поставлена задача по их инвентаризации, оформлению сооружений через госадминистрацию и введение оплаты налога за землю. Цель была не то, чтобы, допустим, обязать владельцев убрать их оттуда. Если они поставлены были официально на основании договоров, в частности, раньше были договора с ЖЭКом. Люди платили какую-то арендную плату и стояли на законных условиях. Поэтому была предпринята такая кампания по легализации и, будем так говорить, правильной установке этих конструкций. В преддверии праздников 25-летия республики и 70-летия победы в Великой Отечественной войне на коммунальные службы возложен большой объем работы, с которым на сегодняшний день они успешно справляются. Анна Шерпул, Павел Божонко, Первый Приднестровский телеканал.